Привет! Давайте начнём с того, что вот, Маш, обращусь к тебе. Для тех, кто, возможно, не знаком с тобой и не знает твою историю, ты не зря являешься режиссёром этого фильма, ты сама переборола и победила рак. Расскажи вкратце свою историю. Вкратце. В 19-м году мне поставили диагноз, я сама у себя нашла опухоль, рак молочной железы в второй стадии. И, собственно, с тех пор началась эта история. У меня было 8 курсов химиотерапии, потом операция, полная амстектомия с реконструкцией. И после этого, собственно, тема онкологии, она не покидает нашу семью. Уже как позавтракать, думаю, почистить, и так про рак поговорить. Поэтому мы, собственно... Это если очень коротко, да? То есть те, кто с этим сталкивался, либо знают, что это такое, уже всем всё понятно. А когда и как возникла мысль создать такой фильм? Ну, это было логично, потому что, во-первых, я сама работала, ну, журналист по образованию, работала в кино и работаю, продолжаю. И вроде как это стало само собой разумеющееся, что мы на тот момент... А что бы нет? И тем более, видя, как я, во-первых, в принципе активно про это рассказываю, я стала обращать внимание, насколько маленький там блог в 600 человек, насколько он имеет большой отклик. Я думаю, так, я, команда, мы думали, а если блог имеет такую силу, то какую силу может кино иметь, да? Мы же все знаем, что это очень сильный инструмент, и мы вот решили с командой создать такой. Сильно сложный очень. Да, скажи, вот, Лиз, скажи, пожалуйста, ты, когда Маша тебе рассказала о своей идее, ты к ней вообще как отнеслась? И что подумала? Можешь говорить честно? Ну, вот честно, как на любую авантюру фееричную, я, как обычно, отреагировала. Как я вообще, в принципе, реагирую? Нет, 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 нет. Ну что, когда снимаем? И так же было с этим фильмом. То есть, конечно, мы как родные сестры, все, что Маше не предложишь, пусть это будет вообще полнейшее сумасшествие какое-то, я ее обязательно поддержу, и тут было так же. Плюс к этому я получила, как художник, получила от нее абсолютную свободу, и я была просто счастлива. То есть, это такой, настолько творческий проект, где Маша сказала, вы можете делать все, что хотите. Ну, вот в продолжении можешь рассказать конкретно о твоей работе в рамках этого фильма? Что тебе удалось сделать, и от чего, ну, ты говоришь, что ты была счастлива, что у тебя была свобода. Чем вообще художник занимается? И художник чем занимается? Ну, чем занимается художник? То есть, нам нужно было для каждой сцены, которая прописана в сценарии и утверждена там режиссером, нам нужно было подобрать локации, где мы будем снимать, во что будут одеваться артисты, как это будет выглядеть по цветам, по настроению. Вы же и здесь тоже у нас снимали, да? Да, да, да. Эта локация нам отлично подошла, и мы только там минимум сделали изменений, да, и снимали здесь. Плюс строительство декораций, то есть, мы начали все, чтобы вы поняли, насколько это было легко и творчески, мы начали с того, что мы хотели построить декорации у нас на даче. Мы думаем, ну, как раз, вроде как и природа, снимать удобно. И декорация сама своими руками все делаешь? Нет, руками, конечно, нет. Я бы очень хотела, но сроки, которые у меня есть, я с ними не справлюсь. Поэтому, конечно, это делают застройщики, люди, которым я доверяю. То есть, я рисую эскизы, подготавливаю эскизы, и передаю уже застройку. Маш, а вот вообще, кроме вас, какая команда, сколько человек? Кто за диспоэт, режиссер, художник? Есть еще оператор Дима Тихонов, есть у каждого из нас ассистенты. На самом деле, нас не так много было, потому что пандемия так, будь ей неладно, всех нас в рамки в какие-то загнала. То есть, вот три главных художника, у каждого по ассистенту. У нас был еще грим на площадке, нам возили еду, соответственно. Да, грим, конечно же, да. Вот, артисты были, несколько человек. Главный герой – это мой муж на тот момент, на момент лечения мама. Все, короче, все, кто участвовал в истории исцеления, так или иначе, поучаствовали в фильме. Он потому что документально-художественный, да, то есть мы там, конечно, навыдумывали, но все-таки он основан на реальных событиях, поэтому были люди, ну, непосредственно участвовали. Мне сразу хочется спросить, как играла мама? Как она вообще к этому отнеслась? И получилось ли у нее? Получилось. Самое интересное, она, как я же, за кадром вот сидела, тряслась вот так вот, все переживала, я не буду, я не буду, отстаньте от меня. В итоге потом ее интервью получилось самое классное. Ну, то есть без вот этого тремора в голосе, да, как правильно сказать, без запинок. Интервью в рамках фильма внутри, то есть мы его увидим. Да, конечно, вы увидите, да, увидите интервью кусочками там, да. И у нее получилось. Играть-то не надо было ничего. У нас там в том-то и дело, что играть-то и не надо, потому что все по-настоящему, и она справилась, да. Ну, какие вообще сложности возникли при создании фильма? Или, может, какие-нибудь интересные моменты? С чем столкнулась? Я же надписок не высохнулся. Я тоже подумала про писок. В общем, у нас есть сцена, которая иллюстрирует, сейчас буду спойлерить безбожно, иллюстрирует мое отношение к лечению. То есть я ходила на процедуры, вот как если бы я на пляже реально проводила время. А химия, 4 курса была, она такая оранжевенькая, цвета напитка, коктейля алкогольного, да. И я себе представляла, что я где-то в баре, на пляже, вот это с коктейлем. И мы решили проиллюстрировать то же самое, заказали песок. Нам этот песок сколько-то мешков привезли. Да, 25 мешков песка. Да, в декорацию, да. А он оказался мокрый, то есть такого серого, противного цвета. И это, ну, совсем не... Короче, мы... Художник не одобрил. Художник сказал, ну, давайте посушим, но... Давайте сушить песок. Пытались сушить. Да, но это не песок, не тот песок, который, конечно, был нужен. Пришлось там поменять немножко сцену, но мы... Скажи, пожалуйста, у вас в тизере указано, что выход намечен осень 21-го. Да. Есть какая-то более точная дата или сроки хотя бы, когда мы сможем этого видеть? А это вот я сейчас хочу передать привет моей команде постпродакшена, потому что на самом деле мы взялись очень за этот проект амбициозной, талантливой команды, но для всех это такой, как бы, дебют больше, да? И в том числе по графике, то есть у нас там есть несколько сцен графических, и есть простые, а есть прям серьезные анимации. Требующие монтажа какого-то, да? Требующие серьезные 3D-графика, правильно сказать, да? Вот Лиза теперь сейчас занимается анимацией всего этого процесса, и это сложно. Это вот покадрово сидеть, вырезать, это... А еще и я, да, я еще не ожидала, что это будет так сложно. Я увидела объем работы, я как второй режиссер вообще по профессии, до стоп-мотора доходила, а все, что происходило на посте, меня не интересовало потом. Ну, потом уже как-нибудь. Потом как-то они там сами монтируют эти фильмы, и мне неинтересно. А тут я в процессе тоже участвую, и вот так вот за голову просто держи, ну, боже мой, святые люди просто. Это долго вот. И поэтому говорить конкретную дату я бы не стала, потому что люди ждут, очень много участников в этом проекте, и вообще, в принципе, полгорода ждет этот фильм. Мы сами ждем. Да, это точно. Да, и дату не буду говорить, мы очень сильно стараемся, закончим. В общем, вот как только мы закончим с графикой... В общем, все зависит просто от того, когда все будет готово. Да. Ну, в этом году, надеемся, увидим. Конечно, это обязательно, да. У нас для себя есть внутренний дедлайн, то есть это внутренний такой. Ну, хорошо. В этом году. Лиза, скажи, пожалуйста, вот каково было тебе работать с сестрой, с мамой? Могла ли ты абстрагироваться, ну, вот, будучи в рамках работы в проекте, или все же ты всегда работала с родными? Как для тебя это было? Ну, мы с Машей уже давно бок о бок работаем вместе в кино, поэтому не могу сказать, что есть какая-то большая разница между... Но, конечно, на площадке субординацию все равно определенную надо соблюдать. Ну, если мы выходим с площадки, то мы можем уже поговорить о равных. Ну, в принципе, это была командная. Мы же не только родные сестры, мы еще и подруги, поэтому это дружеский коллектив, у которого есть одна цель. И мы к этой цели шли все вместе. Ну, то есть вы успешно разделяли лично и работу. Это замечательно. Резюмируя, увидим его в соцсетях, там же он будет выложен? Как минимум, в Тюмени будет несколько показов в кинотеатре закрытых, и это будет какая-то интернет-платформа, да. Отлично. Девочки, мы с нетерпением ждем выхода вашего фильма.